У нас 150 тысяч моряков в Украине. Это 100 миллионов долларов взяток, идут в карманы чиновникам, через агентов. Почему? То есть реально есть официальный экзаменационный сц. Слева вы видите, он практически пустой. Есть неофициальный вот тут, где агенты заранее договориваются, они приходят, в них есть списки и они сдают. То есть в одном помещении даже, не стыдясь. Те, кто хотят сами, то есть ребята, которые сели за книжки, они без агентов, они ни один не сдал. До сих пор у нас группа на 9 тысяч человек, и из них те, кто пробуют сами, ни один еще не сомнезал. То есть они вроде ручную заводят этой программой, вручную, у них есть заранее список? Да. А как они это делают? Вы же анонимны, это вроде, вы же номер. Нет, не анонимны. А по фамильной поименному? То есть они будут, они знают заранее, что это вы, которые не платили взятку через агента. У них даже вот список есть, да, и возле парня, который не оплатил, он один был из 30 человек, стояла галочка, что он не заплатил. Все выглядит, в принципе, цивилизованно, кроме того, что технологии абсолютно не цивилизованы. То есть сделали все, покрасили, поставили компьютеры, но все-таки по сторонам. Инфекция по дипломированию моряков, да, арендует у моряш-сервиса помещение. Да, и здесь гораздо больше людей. И здесь? Вот видите, здесь, как те, основные официальные органы, где очень мало людей. А здесь, в маленькой дыре, гораздо больше людей. И потому что там реальные деньги. Прямо государственном учреждении кто-то арендует. И там уже идет просто лавка обычная. Вот ведь, посмотрите, друг на друга люди сидят. У нас 150 тысяч моряков в Украине. Это 100 миллионов долларов взяток, идут карманы чиновникам через агентов. Почему? То есть реально есть официальный экзаменационный сет слева, вы видите, он практически пустой. Есть неофициальный вот тут, где агенты заранее договориваются, они приходят, у них есть списки, и они сдают. То есть в одном помещении даже, не стыдясь. Есть прямо-прямо коррупционный ввод в корыто, откуда деньги потекают наверх чиновникам. Это морадминистрация, дальше министерство. Вот сейчас мы были вчера с министерством Креклевым, готовят приказ, чтобы это отменить. Мужчина, с него требовали, он не дал. Воле спрашивали. Не хотите ли спрашивать? Да, тогда будет быстрее. И насколько быстрее? Это можно было сделать за неделю. Окей. А так сколько было? Я в мае подал заявление в прошлом году, и постоянно что-то откладывалось, перекладываясь, только сейчас один экзамен. То есть год с лишнего имущества? Нет, меньше. Меньше, ну 80. А вы сейчас пришли сдавать экзамен? Пришел сдавать экзамен. А вы через агента платили или сами? Ну, вы сами сдавали экзамен, либо вам... Ну, оплата идет в КАС, но это все через агента. Через агентство. Знаете, Ефилковая? Да, конечно. Без вас бы дороги не было. Ориентирую вас. Спасибо большое. Спасибо вам. Удачи. Как у вас получилось сдать экзамен? Здравствуйте. Я не сдал экзамен, как вы предполагали. Я не платил взятки. На все вопросы я ответил положительно. Но в конце был красный сигнал, что я не сдал. Хотя все вопросы были такие по специальности легкие, и я знаю, как на них отвечать. Вы знали, что это правильно, точно? Я закончил высшую мореходку в 85-м году. Из тех пор я работаю все время на флоте, беспрерывно, и я хорошо знаю свою работу. Но вам высвятили, что все полностью неправильно? Да, все полностью, 100% неправильно. Вы будете второй раз передавать? Нет, я не буду. Я обращу свою ферму. Міністр готовий зараз скасувати цю систему. Ця система была создана несколько лет назад. Это молодой министр, это смелевая его позиция. Но, чтобы вы понимали, сейчас и в министерствах, и на разных уровнях, они там перешкоди створяют, там очень много зауваженности, что там ревень падает, что неможливо так делать, потому что у нас будут инциденты какие-то там с небезпекой. Но это абсолютно дурница вся. Насправді, просто одна мета. Если ты платишь, никто не цікавится ни твоим ревнем знаний, ни твоим ревнем подготовленности. Ты просто отримаешь будь-який папирец. Все очень просто. И эту систему вот таких одувальников в Украине занадто много. А это одно, которое мы просто доторкали до него и хотим от него избавиться. Так уже два месяца. А эта смелевая девушка, Кристина Король, уже раками, чтобы это скрошовать. И каждое разу от нее избавлялись, что говорили и обрехали. Сейчас мы все за это взялись. Сподеваюсь, что это выйдет у нас раз. Вот и все.